привет друзья еду тренировать ульяну сегодня вечером еще хоккей что сегодня за тема тема не спортивная и с тренировками наверняка она не имеет ничего общего но если вдруг кто-то из вас найдет какие-нибудь соприкосновения точки состыковки пересечения то обязательно пишите в комментариях я буду очень рад почитать и подумать над эту над этой мыслью вы меня постоянно спрашиваете о том какие книги я посоветовал бы читать какую музыку я слушаю ну такую музыку я слушаю вы знаете мэновар металлика рамштайн и о том какие книги читать и по спорту и художественные я тоже уже давал свои рекомендации а сегодня я решил записать для вас свой топ художественных фильмов до тех фильмов которые затронули мою больную душу естественно те которые я вспомнил фильмы шикарнейшие настоятельно рекомендую посмотреть их и оставить свой отзыв как и что вам понравилось нам будет легче понимать друг друга и естественно это не общие известные фильмы такие как зеленая миля побег из шоушенга храброе сердце которые кстати тоже очень сильно впечатлили меня затронули и над которыми я думал и размышлял нет это другие мало известные к моему сожалению фильмы но тем не менее уверяю вас что они ничем не хуже а может быть даже некоторых местах и лучше тех фильмов которые я назвал ранее которые нам общеизвестны итак друзья начну я свой рейтинг с фильма белый олеандр это уже не новый фильм но один из моих любимых лично я его смотрел три или четыре раза и каждый раз получал определенное удовольствие фильм очень очень серьезный несет в себе психологический окрас отношений между родителями ребенком между матерью и дочерью но затрагивает очень серьезные вопросы поэтому друзья я и включил его в свой рейтинг тем не менее все фильмы которые я сейчас перечислю оставляют после себя хорошие послевкусие как хорошее качественное вино и практически каждый из этих фильмов естественно оставляет позитивное послевкусие так как вы знаете я все-таки позитивный человек но тем не менее эти фильмы и одновременно еще являются реалистичными итак первый фильм который я вам рекомендую это белый олеандр следующие в одном в одной графе будут идти три фильма потому что это три фильма от мастера своего дела джима керри в главной роли и это три его самые наверное неизвестные фильмы но любимые мной я их пересматривал много раз и эти фильмы заставляют каждый раз задуматься каждый раз открывают какую-то новую графу вашей душе настраивают ваше сердце на определенные мироощущения и так это три фильма человек с луны шоу трумана и самый недопонятый людьми фильм но тем не менее просто шикарный кабельщик запоминайте каждым из этих фильмов играет джим керри но вы увидите его в непривычной для многих обстановке ситуации и амплуа серьезные фильмы несмотря на то что кабельщик как комедия подается но все таки фильм очень очень глубокий рекомендую посмотреть и обязательно друзья не забывайте оставлять комментарии следующий фильм который я рекомендую посмотреть и который мне очень понравился называется он обитель проклятых очень хороший фильм качественно снят атмосферно скажу сразу фильмы которые я перечисляю они не несут себе никакой нагрузки в качестве спецэффектов это игровые фильмы в основном на сюжете на игре актеров завязаны и поэтому они наверное и трогают нас как старое советское кино как ранние голливудские фильмы действительно очень хорошее качественное кино следующий по рейтингу у меня но как вы понимаете это не первые вторые третьи места это фильмы которые равноценны это дневник или дневники путешественника во времени когда уже монтировал этот ролик и искал заставочки картинки фотографии для каждого из фильмов столкнулся с такой интересной ситуацией что не могу найти данный фильм не по названию не по какому другому критерию поиска может быть вы уже кто-нибудь смотрел этот фильм может быть я ошибся в названии но я уверен что он назывался либо дневники либо записки путешественника во времени сюжет фильма вкратце прост парень встречает девушку они влюбляются женятся и он узнает что по мужской линии в его семье каждый мужчина имеет возможность путешествовать во времени назад то есть прошлое он соответственно поступает также встречается там со своим отцом фильм очень такой теплый и узнает о том что то ли когда у него родится сын то ли когда сын достигнет определенного возраста эта способность пропадает если вы вдруг знаете как называется этот фильм на русском языке обязательно оставьте в комментариях спасибо шикарнейший фильм несмотря на то что фантастический фильм несет в себе такой положительный заряд энергии так шикарно отыграли малоизвестные актеры он просто взбудоражит ваше сознание особенно если вы в душе романтик настоятельно рекомендую вам посмотреть этот фильм следующий фильм друзья не совсем фильм хотя задумывался и пытался реализоваться в жизнь именно как фильм но было отснято очень много материала и посмотрев этот мини-сериал вы поймете почему его решили не обрезать и сделать действительно в виде мини-сериала называется это true detective на русский язык моему удивлению перевели так как он называется в оригинале настоящий детектив шикарная плеяда голливудских актеров играющих просто на высшем уровне и фильм затрагивает глубокие темные стороны стороны души жизни восприятия но показывает также что у каждой медали как минимум две стороны для тех кто любит настоящее серьезное кино рекомендую это кино высшей пробы высшего качества один из лучших вообще наверное продуктов которые когда-либо выпускала американская кинопромышленность особенно если говорить это в разрезе сериалов но я уверен что вы посмотрев оцените и также оставите свое мнение в комментариях следующее тоже раз затронули тему сериалов два сериала которые я настоятельно рекомендую посмотреть думающим людям людям которых интересуют философские вопросы которых интересуют различные взгляды подходы к жизни самой как бы это сказать стал забывать русские слова английский еще не выучил смешно ситуация в общем это первый сериал мир дикого запада а второй сериал это черное зеркало на первый взгляд могут показаться сериалы совершенно разными но когда вы посмотрите вы поймете что оба сериала затрагивают очень серьезные темы очень нравственные темы и к тому вообще к чему мы идем очень важное кино для думающих людей рекомендую почему говорю кино потому что сложно назвать такие сериалы сериалами во первых в черном зеркале каждая серия это отдельная история отдельный фильм мир дикого запада это настолько качественно созданный продукт шикарными актерами но самое главное с идеей с со стержнем таким внутренним которого к сожалению нет во всем том хламе который сейчас пытаются нам навязать по другому не скажешь со всех киноэкранов и не будем сейчас говорить до отечественное кино западное зарубежное неважно очень очень мало настоящего игрового кино которое создается не просто для того чтобы развеселить вас до того чтобы вы просто отдохнули но которая заставляет как минимум задуматься а что мы сейчас с вами посмотрели это дорогого стоит и конечно же режиссура знаете все можно любой фильм запороть плохим взглядом а режиссер это тот человек может взять глаза через которого мы смотрим на историю и очень хорошо мне нравится когда режиссер сам является и автором сценария но такого очень и очень мало встречается и очень мною ценится следующее кино которое нужно посмотреть обязательно это французское кино ангел а вообще я очень люблю французское кино кто не знает на самом деле голливуд черпает идеи практически каждого своего фильма из французского кино даже терминатор даже многие известные нам картины которых можно на первый взгляд и не заподозрить в таком плагиате на самом деле являются плагиатом прямым или косвенным настоятельно рекомендую этот фильм и вообще для всех любителей кино рекомендую французские картины итак друзья перед тем как я назову лидера лучших фильмов среди лучших по крайней мере по моей версии который мне понравился назову еще пару фильмов которые затронули меня и которые я бы рекомендовал посмотреть это лабиринт фавна это дай бог памяти неплохой фильм быть джоном малковичем и это фильм вот сейчас прям ехал но старость не в радость стал забывать маленечко мысли которые приходят в голову а я не записал ну ладно остановимся бонусом на этих двух фильмов а мой любимый фильм который просто я считаю шедевром во всех смыслах этого слова самое главное который настолько глубоко затрагивает струны именно моей души мое сердце начинает сильнее стучаться это август rush друзья вот такой вот получился у меня рейтинг если вы смотрели эти фильмы оставьте обязательно комментарии о том какое они произвели на вас впечатление если не смотрели обязательно посмотрите и тоже оставьте комментарии также будет интересно мне ваше мнение какие фильмы вы бы рекомендовали посмотреть ну и увидимся как всегда в тренажерном зале спасибо за то что смотрите за то что поддерживаете канал вы видите сейчас на канале очень много интерактива люди присылают свои видеоролики со своими тренировками со своим питанием пока этого поменьше со взглядами на жизнь еще меньше поэтому друзья тот кто хочет снять ролик прислать его на канал постарайтесь сделать его интересным расскажите побольше о себе о своих тренировках как вы пришли к тому чтобы тренироваться расскажите о своем питании поменялось ли оно у вас какие у вас были взгляды какие сейчас взгляды и конечно же высказывайте свои мысли на различные темы пусть даже и далекие от тренировочного процесса но тем не менее давайте не будем забывать что развитие наше должно быть не только физическим но и духовным моральным если так можно сказать хотя я не люблю слово мораль потому что вы знаете мораль это навязанная нам с вами обществом в котором мы живем модель поведения и поверьте жили бы мы среди людоедов мы также бы с вами считали что есть людей это нормально людей которые имеют действительно высокие свои моральные ценности не навязанные обществом свои мысли свои идеи очень очень мало и мысли таких людей через книги через фильмы я и пытаюсь находить пытаюсь как-то их вычленять из всего того непонятного вещества которое окружает нашу повседневность ну что друзья давайте расставаться на позитивной ноте всем хороших тренировок всем хороших позитивных и самое главное здоровых дней и пусть вы видите в глазах всех тех людей кто вам дорог близок близок кого вы любите естественно только теплоту и позитив увидимся в тренажерном зале и и и